Малышка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тебе я поклонюсь всем сердцем моим Тебе я поклонюсь всем разумам моим Тебе я поклонюсь всей силой моей Тебе я поклонюсь всем сердцем моим Тебе я поклонюсь всем сердцем моим Тебе я поклонюсь всем разумам моим Тебе я поклонюсь всей силой моей Би ти мой Господь Тебе я поклонюсь всем сердцем моим Господь, ты мой Господь, ты мой Господь. Благодарим тебя, Господь, за Иисуса Христа, за Спасителя нашего, за то, что, Господь, мы через Него можем прийти к Тебе, Господь, поклониться нашим сердцем, всей нашей жизнью, Господь, прийти к Тебе, к Твоему престолу, Господь. Просто, Господь, со всем, чем у нас есть, Господь, такими, какими мы есть, Господь, со всеми нашими хорошими и нехорошими еще качествами, Господь. Боже, ты так нас любишь, Господь, ты нас принимаешь такими, какими мы есть, Господь. И мы не хотим кривляться, Господь, душою, Господь, мы хотим быть, как дети, Господь. Боже, Господь, просто, Господь, воздавать Тебе и радоваться, веселиться, оставлять Тебе заботы этого дня, этой жизни, Господь. Поклоняться, поклоняться, поклоняться Тебе, бесконечно, Богу Живому, Ибо ты достоин, Господь, ты достоин, ты достоин всей чести, Господь, всей славы. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим, Тебе я поклонюсь всем разумам моим, Тебе я поклонюсь всей силой моей, Ведь ты мой Господь. Ты мой Господь. И я тебя поклонюсь всем разумам моим, И я тебя поклонюсь всем разумам моим, И я тебя поклонюсь всем разумам моим, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Слава тебе! Слава тебе, Господь! 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 Ты опередил нас, Господь! 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 Тебе, Отец, я благодарю Тебя, Отец, и Господь, мы хотим сегодня благословить, как церковь, Отец, мы благословляем эту землю, Господь, в которой Ты поместил нас, Отец, мы благословляем нашу страну, Отец, мы, Господь, поднимаем ее в этой молитве к Твоему престолу, Господь, мы просим о том, чтобы Америка знала Тебя, Господь, чтобы эти слова не значили, Отец, пусть она знает Тебя во имя Иисуса Христа, все, что для этого сегодня необходимо, Господь, мы просим Тебя, пусть будет, Господь, так, как Тебе угодно, но чтобы она знала Тебя, Господь, чтобы здесь как можно больше людей, пока еще есть время, пока еще дверь открыта, Господь, дверь ко спасению, мой Бог, как можно больше пусть приходит людей к познанию истины, к покаянию, обращению от мертвых дел, к вере в Бога живого и славного во имя Иисуса. Мы благословляем, Господь, и правительство, и обычный, Господь, жители на этой земле, обычный граждан во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Да будет явлено Твое пробуждение, Господь, в каждом штате и здесь, в этом штате, где Ты нас поместил, Господь, мы благословляем эту землю, штата Нью-Йорка, города Нью-Йорка, во имя Иисуса. Пусть придет слава Твоя и познание славы распространится над этой местностью, Господь, чтобы, Господь, многие увидели, Господь, узрели, обратились к Тебе, уразумели спасение Твое, мой Бог. Во имя Иисуса Ты нашел каждого из нас однажды, Господь. Мы взываем, чтобы Ты еще больше приобрел для себя, еще больших приблизил к себе, Господь, чтобы враг был посрамлен и постыжен, а Твое имя, оно продолжало прославляться, еще больше, чем это было раньше, во имя Иисуса Христа. Пусть будет постыжена зависимость алкогольная, наркотическая, пусть будет постыжена всякий неправильный образ жизни, неаморальный. Во имя Иисуса, Господь, пусть придет Твоя святость, мой Бог, придут Твои ценности, стандарты, приоритеты. Во имя Иисуса мы благословляем, Господь. Мы благословляем, Господь, также Израиля, Господь. Мы благословляем еврейский народ, Господь. Мы благословляем, Господи, как народ, так и землю Израиля, Господь. Мы благословляем правительство этой страны, отец. Мы благословляем тех, кто сегодня там поставлен тобой, мой Бог. И мы также молим, чтобы лидеры, руководство обращались к Тебе, Господь, потому что помощь в имени Господа. Только с Господом Израиль окажет силу. Я благословляю, Господь, именем Иисуса Христа. От великих до малых, Господь, от значимых до малозначимых. Господь, еврейский народ, благослови верующих и неверующих, мой Бог. Знающих и не знающих, Господь, благослови во имя Иисуса Христа. Пусть придет обетование, Господь, которое Ты изрек Аврааму, Господь. Полнота этого обетования да исполнится над этим народом, Господь, во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы благословляем также, Отец, Господь, Украину. Мы молим Тебя сегодня, Господь, об этом продолжающемся в конфликте, Господи. Мы просим, разреши, Отец, мы просим, с наименьшими потерями, Господь, мы просим, вмешайся, Господь, мы просим Тебя, помилуй людей, не ведущих, не знающих, Господь, что творят. Мы взываем сегодня к Тебе, Господь, обрати Твое лицо, помилуй эту землю, Господь. Мы присоединяемся к молитвам многих, Отец, к сердцам, Господь, вопиющих сегодня, по сей день, те, кто стоит в молитве, Господь, не умолкая, взывая к небесам, Господь. И мы несем сегодня лепту свою, Отец, и молим о милости этой страны, о милости, Господь, России, Украины, и все, те, кто задействован каким-то образом в этом конфликте во имя Иисуса, пусть придет, Господь, разрешение, мой Бог. И, Господь, конечно же, Твое имя, пусть оно в конечном счете прославляется. Не нам, но Тебе пусть будет слава во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Господь. Если есть какие-то нужды, давайте мы помолимся также церковь. Если у кого-то есть молитвенные нужды, просто там, где вы находитесь, скажите вслух, за что нам помолиться? Анечка и кто? Саша, зависимый от наркотиков. Хорошо, мы помолимся. Дочка, Кристина. Что с Кристиной? Что-то конкретно? Проблема со спиной. Хорошо, мы помолимся за Кристину. За Нелю из Балтимора. Вы, Нелли из Балтимора. Добро пожаловать. Давайте поприветствуем Нелю. Ваша семья знает Иисуса? Нет. Знаете. Потихонечку. Вы еврейка, да? Я тоже. Чистокровный. Да. Слава Богу. Мы благословим. И вас благословим. И вашу семью. Да. Ну, вот. Оно, в принципе, так где-то. Но вот у Бога, у Бога этот момент важен. Божье сердце, оно радуется, когда люди приходят к Нему любых национальностей. Но еврейский народ, когда возвращается к своему Мессии, это особенно. Я скажу. Поэтому мы благословляем вас и помолимся за всю семью. Хорошо. За спасение детей, детей и внуков. Мне нравится серьезная программа. Не только детей, но и детей и внуков. Амэн. Правильно. Нам не нужно быть скупыми на слова благословения. И нам не нужно быть скупыми на слова в молитве, чтобы Бог благословил. Амэн. Лучше мы скажем больше, чем скажем меньше. В молитве. Да. Они знают Иисуса. Вот мы будем молиться о том, чтобы Иисуса узнали в первую очередь. А потом все остальное. Амэн. 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 Потому что я скажу, исцеление ради исцеления это хорошо. Но Бог исцеляет не только ради того, чтобы исцелить, а чтобы служили Господу. Амэн. Чтобы служили Господу. Иисус прикоснулся к теще Петра и горячка оставила ее. И она стала служить Господу и служить ученикам Его. Вот цель исцеления, чтобы человек начал служить Господу и служить людям. Во имя Господа. Амэн. Так что мы об этом помолимся. Рождение свыше это наш главный приоритет. А потом все остальное. Амэн. Да, да, мы помолимся. У матери инсульт. Помолимся. У одного из приятелей. На Украине. Нина. Эмма. Эмма. В больнице. Вита. За Виту. Молодежь на компьютерах сидит. Ой, друзья. И они же нам нужны самое главное. Я имею ввиду компьютеры. Без них же уже никак не обойтись. Но молодежь больше нужна. Халилюя. Хорошо. Помолимся. И помолимся. А вы молите, чтобы я ничего не забыл из этих перечисленных просьб. Халилюя. Халилюя. Господь, мы благословляем Господь. Благословляем Твое имя, Отец. Благодарим Тебя, Господь. Халилюя Тебе, Отец. Ты знаешь нужды, Господь. Ты вникаешь тщательно во все дела, Господь. Во все просьбы. Мы благодарим Тебя, что Тебе не безразлично. Мы благодарим Тебя, что в Тебе есть ответы. Поэтому мы прибегаем к Тебе. Поэтому мы обращаемся. Поэтому мы стучим. Поэтому мы взываем. Поэтому мы молим. Поэтому мы просим, Господь. Твое сердце широко, Отец. Твоя любовь, она глубока, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы славим Тебя, Господь. И мы, Господь, в этот вечер благословляем, Отец, все эти нужды перечисленные, Господи. Мы благословляем Кристину во имя Иисуса Христа. Мы просим о Твоем прикосновении, Господь. Мы просим, чтобы сила исцеляющая, Господь, прямо сейчас сошла на нее, Господь. Мы благословляем ее, Отец, на том, чтобы она восстановилась, Господь, и не было препятствий, Господь. Чтобы, Господи, она могла функционировать полноценно и служить Тебе, мой Бог, во имя Иисуса Христа, Господь. Благослови ее спину во имя Иисуса, Господь. И мы благословляем, Господь, эту семью, Господь, которая сегодня, Господи, нуждается в исцелении, но которая сегодня нуждается в спасении, рождении свыше, Господь. Мы благословляем, как церковь Твоя, Господь. Мы просим, чтобы Ты приобрел их для себя, Господь. Мы молим, чтобы пришло откровение от Тебя, Господь, которая бы разбила всякие предрассудки, мой Бог, чтобы их сердца не впитали Твою любовь, чтобы они приняли Тебя, мой Бог, чтобы они смирились под Твою крепкую руку, и Ты явил великие дела в этой семье во имя Иисуса Христа, Господь. И мы благословляем сегодня Аню Зависимую, и мы благословляем Сашу, Господь, и мы на руках молитвы молим, Господь, о том, чтобы это ермо было разбито, мой Бог, чтобы, Господь, это было снято тяжелое бремя, Господь, чтобы пришла свобода, Господь, чтобы от Твоего прикосновения, мой Бог, Господи, эта темница разрушилась, этот плен был пленен во имя Иисуса. Мы молим Тебя, Господь, чтобы они лучшие годы не отдавали наркотикам, Господь, не служили дьяволу, мой Бог, но познали Тебя и служили Тебе, и посвятили свою жизнь Тебе, Господь, во имя Иисуса, мой Бог, я благодарю Тебя за Твою силу исцеляющую, я благодарю Тебя, что Твое сердце обращено к молодым людям, я благодарю Тебя, Господь, что Ты хочешь заполучить молодого человека, чтобы тот был Твоим и принадлежал Тебе, и жизнь посвятил Тебе, Господь, и мы сегодня присоединяемся, найди, возьми, Господь, приобрети, души, мой Бог, Ты заплатил драгоценную цену, Господь, да придет сила искупления в эти жизни, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, также молодежь нашу, Господь, те, кого мы знаем, Господи, кто сегодня страдает, тот, кто сегодня борется, тот, кто сегодня, может, уже сдался, устал бороться, согласился с какой-то злой участью, Господь, кто сегодня переживает сильное влечение ко греху, Господь, и разного рода нездоровые пристрастия, в том числе, Господь, компьютерным играм, мы молим Тебя, Господь, чтобы фокус, он был смещен, мой Бог, мы молим, чтобы взгляд, он поднялся выше этого земного, Господь, мы молим, чтобы пришла жажда, как та, которая была в Данииле, чтобы пришла ревность, Господь, как та, которая была в Еремии, мой Бог, чтобы пришел огонь, сердце, Господь, чтобы они искали Тебя, мой Бог, Тебя, Бога, невидимого, великого, Господь, чтобы Ты был им интересней, чем просто компьютер, чем просто то, что предлагает этот мир во имя Иисуса Христа, мы благословляем молодежь на служение Богу, мы благословляем молодежь на посвященную жизнь, мы благословляем молодежь на то, чтобы сердца пламенели и горели в Духе Святом, мой Бог, во имя Иисуса, мы благословляем, Господь, благословляем, Господь, Мы благословляем также Нелю, Господь, мы благословляем родных и близких там в Балтиморе, мы просим, чтобы пробуждение пришло в эту семью, мы просим, чтобы пришло возвращение в отче дом, Господь, мы молим, чтобы вера живая пришла, Господь, мы благословляем Отец во имя Иисуса Христа, да придет спасение в этот дом, да придет спасение в эти жизни, во имя Иисуса новый день, Господь. Пусть будет рассеяна тьма, мой Бог Пусть придет солнце правды Воссияет в зените славы Над этой семьей И исцеление в лучах его Пусть придет во имя Иисуса Мы благословляем, Господь Мы благословляем, Господь Мы благословляем, Господи Маму этого парня, Господь У которой сегодня раковое заболевание, Господь Мы молим Тебя, Господь, чтобы она не ушла в вечность Не обратившись к Тебе, Господь Мы молим, чтобы Ты помиловал ее, Господь Мы молим, чтобы Ты открылся ей, Господь Мы молим, чтобы она унаследовала и приобрела Жизнь вечную, мой Бог Во имя Иисуса Христа И если на то воля Твоя Исцели ее от рака, Господь Яви свои чудеса Яви Твою силу, мой Бог Силу, которая бы являлась свидетельством И дальше, Господь О том, что Ты всемогущий Ты любящий, Ты прощающий Ты избавляющий от могилы Жизнь человеческую Во имя Иисуса Христа Мы благословляем, Господь Приятеля, пастора, славы, Господь Мы благословляем его, маму, Господь Мы благословляем, Отец На восстановление Мы молим, Господь, чтобы чудодейственная сила Голгофского креста Проникла сегодня, Господь, в ее тело Чтобы каждая клеточка была восстановлена И благословена, Господь Чтобы пришло укрепление Тебя, мой Бог Во имя Иисуса Христа Мы благословляем на исцеление И восстановление во имя Иисуса Христа Мы благословляем, Господь Мы благословляем, Господь, наши сестры, родных и близких и детей, и детей, и внуков, Господь, спасение пусть придет, спасение пусть придет, спасение и в них, и через них, мой Бог, доявится, Господь, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Господь, мы благословляем Виту, мы молим, Господь, Тебя, чтобы эта алкогольная зависимость была сломлена. Господь, во имя Иисуса, яви свою власть в этой жизни, дай свое слово, Господь, там, где слово царя, там власть, мой Бог, да будет Твоя власть в ее жизни, в ее сердце, в ее духе, Господь. Пусть придет простор, Господь, там, где сегодня враг запугал, там, где сегодня скованность пришла, там, где сегодня страх одолевает, во имя Иисуса Христа. Пусть придет свобода, Господь, пусть придет свобода решения от Тебя, которому никто не сможет воспротивиться во имя Иисуса. Мы благословляем Виту, Господь, мы молим о том, чтобы победа пришла в ее жизнь, чтобы раз и навсегда этот демон был посрамлен, эта зависимость была посрамлена во имя Иисуса. Господь, мы благословляем, Отец, чтобы Твоя любовь, она пришла и проникла глубоко, и там восстановила, мой Бог, Господь, чтобы Твоя сила, исцеляющая сила Твоей любви, мой Бог, внутри, Господь, наполнила ее, чтобы чаша была преисполнена, Господь, чтобы она знала Тебя, знала Отца, знала любовь Твою, которая гораздо больше, выше, глубже, дольше, мой Бог. Во имя Иисуса, чтобы пришло отвращение к этому спиртному, чтобы пришла ненависть к Нему, во имя Иисуса, Господь, чтобы она возжаждала правды Твоей, Тебя больше, чем что-либо, Господь, чтобы она влюбилась в Тебя, прилепилась к Тебе, Господь, во имя Иисуса. Мы благословляем Викторию, Господь, подними ее, Господь, согласно ее имени, пусть придет Виктория, победа, Господь, победа в эту жизнь, Господь, победа от Господа. Во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя, Господь. Благословляем Эму, благословляем, благословляем Эму, благословляем Нину, Господь. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, Господь, благодарим Тебя за то, что сила Твоя не источается, Господь. И мы сегодня ходатайствуем, Господь, об их восстановлении, чтобы они еще могли быть в Доме Твоем, чтобы они еще могли прославлять Тебя, чтобы они еще могли плясать перед Тобой, чтобы они еще могли свидетельствовать о Твоих чудесах, Господь. Во имя Иисуса Отдаем Господь Позаботься Отец Усмотри Господь сегодня Именем Иисуса И мы благословляем Папу Руслана Мы молим Господь о восстановлении Мы молим о спасении Самое главное Чтобы спасение пришло Именем Иисуса Христа Мы благодарим Тебя За эту семью За их посвящение и служение Мы молим Господь Чтобы спасение распространялось На весь род На каждого человека Во имя Иисуса В этом доме, в этом роде Господь Спаси Господь Спаси, не дай в добычу врагам Господь Твое имя да будет прославлено Бог Твое имя пусть будет возвеличено и там В Баку, там где Он находится Господь Благослови злеобильно Господь От Твоих источников мой Бог Твоя любовь пусть объемлет Господь Во имя Твое мой Бог Мы благодарим Тебя, Отец Мы благодарим Тебя, что Ты прибежище и сила К Тебе прибегает всякая плоть У Тебя ответы и решения, Господь Без Тебя мы ходим в подьмах и спотыкаемся Но с Тобой мы видим свет И окажем силу с Тобой Благодарим Тебя, Отец Слава Тебе Хвала Тебе, Господь Во имя Иисуса Аминь Давайте мы воздадим Богу славу Спасибо Тебе, Господь Халилюя 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 И можем принести наше приношение Пусть Господь благословит рука дающего Да не оскудеет, Отец Усмотри Работы Усмотри, Господь Открой Твои двери Возможности от Тебя, мой Бог Во имя Иисуса Христа Нам дай, Господи, не ожесточиться сердцами Помнить, мой Бог, откуда Ты нас выводишь Быть благодарными Тебе, Господь Участвовать в Твоих проектах и делах, Господь Во имя Иисуса И каждый доллар, который сегодня приносится Ты благослови, Господь Аминь Благословен, Господь, Бог над всей землей Благословен, Господь, Его любовь по веки Благословен, Господь, Бог над всей землей Благословен, Господь, Бог над всей землей Адона Елухеха, Руха поле И махло, как века, Геноя Зверхат Геноя Зверхат Благословен, Господь, Бог над всей землей Благословен, Господь, Бог над всей землей Благословен, Господь, Бог над всей землей Благословен, Господь, Его любовь по веки Благословен, Господь, Его любовь по веки Благословен, Господь, Его любовь по веки Благословен, Господь, Бог над всей землей Благословен, Господь, Бог над всей землей Крепость и защита народа твоего Милостив наш Господь, по ему славу Милостив наш Господь, Бог на всей земле Адонай, Охеха, куха колен И махлоя пеха, милоя звега Милоя звега Блесет из Адонай, синий прейзер Блесет из Адонай, и новий юр Блесет из Адонай, и лавын юс форевер Блесет из Адонай, и новий юр 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 Блесет из Адонай, синий прейзер Блесет из Адонай, и новий юр Адонай, Охеха, куха колен Всем могущий наш Господь, по Ему славу Всем могущий наш Господь, Бог над всей землей Всем могущий наш Господь, Его любовь вовеки Всем могущий наш Господь, Бог над всей землей Аллилуйя! Аминь! Спасибо, любитый! Вы можете садиться. Аллилуйя! Но не переставайте славить Бога. Вы можете все равно сидеть и внутри продолжать Ему петь. Аминь! Мы это не слышим, а Бог это слышит. Аминь! Знаете, что так можно тоже славить Бога? Сидишь, и все думают, что ты где-то на футбольном матче, а ты в это время славишь Бога. Аминь! Где бы ты ни был, где бы ты ни был, ты всегда можешь славить Бога. Аллилуйя! Мы когда, когда мы пыли в армии, нас принудительно водили в кинотеатр верующих людей. Ну мы верующие, мы в кино не ходили. Поэтому, но нас принудительно заставляли. Потому что солдаты должны выполнять приказ. И один из приказов, это надо было идти в кинотеатр. Но в кинотеатр они могут меня завести. Но заставить меня смотреть не могут. Поэтому я имею возможность помолиться в это время, пообщаться с Господом. А иногда просто даже выспаться. Нормально. Знаете, невозможно свободного человека сделать рабом. Потому что он свободен. Потому что свобода, это не через обстоятельства. Свобода, это внутреннее состояние души. Аминь! Откройте ваши Библии, если они у вас есть. Книгу Иисуса Навина. 14 глава. Есть такая Библия. И есть такая Библия книга. Называется книга Иисуса Навина. Кто помнит, после какой книги она идет? Сразу. После? После пяти книжек Моисеева, да? После пяти книг Моисея идет. Следующая книга. Человека, который помогал. Моисею. Учился Моисея. И в конечном итоге продолжил дело Моисея. 14 глава. Это будет у нас 6 стиха. Сыны Иудины пришли в Голгал к Иисусу и сказал ему Халеву, сын Иефонии, кинезиянин. Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе, в Кадесварне. Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадесварнии осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим вовеки. Какие мощные слова. Какие сильные слова. Можем на этом остановиться, а можем продолжить, чтобы понять, как человек может такое услышать в свой адрес от Бога. Кто-нибудь хотел бы в свой адрес услышать настолько мощное слово, чтобы это даже на детей распространилось. Мы не знаем, что там за дети какие были, какие там наследники были, хорошие, неплохие, но Бог как говорит, вы знаете, есть взрывные устройства, которые пробивают бетонные стены, а есть божьи такие устройства, как шарахнет, так зацепит несколько поколений. И это так красиво, это так мощно, это так серьезно. Знаете, потому что враг как зацепит. Смотришь, дед болел, я болею, прадед, внуки, правнуки, все болеют одной болезнью. Что за чепуха? Я не согласен. Откуда? Почему? Кто может дать объяснение? Почему? Потому что только мать болела диабетом, ты должен болеть диабетом. Почему? Мать была сердечница, ты должен быть сердечный. Почему? У матери были кесаревы, почему у тебя должны быть кесаревы? Ага. Есть такая сила, которая связывает поколения. Но есть еще большая сила, которая связывает поколения. Это сила Господа Бога. Аллилуйя. И мне это нравится. И мне это нравится. Смотрите, какие мощные слова говорится человеку. Моисей клялся. В тот день сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек. Ибо... Вот условие. Ибо... Или потому что... Или из-за того... Вот из-за чего... Ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Интересно. Ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Вот интересный такой секрет небольшой. И на нем мне хочется сегодня остановиться. Как мы следуем Господу Богу? Потому что мне кажется... Я не знаю, но я думаю, что я не ошибаюсь в этом случае. Мне кажется, что все, которые ходили туда и смотрели, они все хотели, чтобы земля была ихняя и детям им была навеки. Они все этого хотели. Но не все оказывается получили желаемые. А кто получил? Тот, кто что-то для этого конкретно сделал. Знаете, только сидеть и мечтать это еще не гарантирует, что ты будешь иметь то, о чем ты мечтаешь. Должны быть конкретные действия. Должно быть что-то сделано. этого человека отличало от большинства, заметьте, отличало то, что он вот не просто последовал Господу, а в точности. Скажи, в точности. Вы знаете, это очень серьезно. В точности следовать. Точность это такое очень деликатное слово. Вы знаете, вот строитель строит здание, он хочет его построить, он хочет его быстро построить, но знаете, если он нарушит принцип точности, то он может потратить много бетона, много усилий, много кирпичей, много труда, а потом будет как этот печник, который понял, что дело завалил, печка уже наклонилась, он стоит, подпер ее и кричит хозяину, давай деньги за работу. Тот говорит, ну я тебе завтра, нет, давай сейчас, меня нету, ты сказал, что рассчитайся, когда я закончу. Ну да, но я не думал, что ты сегодня закончишь, деньги давай прямо сейчас. Нет, я не могу, мне нету денег, ну тогда печка за мной. Отошел и печка, бах, вот так, оправдал свой труд, знаете как. Люди завалят дело и еще виновного найдут. Люди сделают то, что далеко от Божьих целей и планов и еще будут искать виновного. Это способность человеческая. Но я не хочу быть таким человеком. Я не хочу, вы знаете, я прошу у Бога благодать и быть человеком, похожим на вот этого человека, который вошел в историю. Вы знаете, шансов у Халева не было войти в историю. Не было в него какие-то, знаете, цели, чтобы о нем в Библии было написано. Но как-то вот о нем написано. Вы знаете, он многого достиг, не пытаясь достигнуть многого. Знаете, есть люди ради достижения целей своих, которые не ставят. Они готовы попрать все, лишь бы только добиться то, что им кажется самое важное и самое главное. Но вот этот человек, он не хотел много достигнуть, он не достигал, он не преследовал цель, чтобы о нем в Библии было написано. Но у него было такое интересное состояние вот души. Вот скажи, как можно вот так вот настроить себя, чтобы в точности следовать за Господом? Вы знаете, вот мы люди, нам хочется, чтобы как-то мы все делали вместе, одинаково, да? Вот как-то сегодня пришли мы в четверг и первый вопрос, а где так много людей, которых здесь нет? Я-то пришел и сразу вот, знаете, вот здесь вот, а что другие не пришли? С очкою, да? Ага, дома остались, я тоже уставший, но я пришел. Что за дела? И нам хочется сразу заняться воспитательными мерами, позвонить, прибежать к пастору, сказать, пастор, надо объявление делать, чтобы люди, что-то слабая посещаемость, давайте, послушайте. самое главное, что я сегодня в доме Божьем, аллилуйя. Послушайте, меня не так разочарует, сколько человек здесь нету, меня больше вдохновит, сколько здесь людей есть, и самое главное, что я в доме Божьем, аллилуйя. Давайте мы немножко посмотрим на этого человека. Он меня очень сильно вдохновляет. Десятый стихи, вот Господь сохранил меня в живых. Это большое дело? Большое. Знаете, рядом с нами могли сегодня сидеть люди, а их просто уже нет. Они могли еще по возрасту, по времени, они могли бы еще рядом с нами сидеть, а они уже не сидели, их уже просто нет. Если мы глядываемся на нашу жизнь, мы тоже, наверное, понимаем, что много-много раз нас тоже могло быть и нету. Могло бы наше место здесь быть пустым, а Бог нас, слава Ему, сохранил. Уже хорошо. Сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже сорок пять лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне восемьдесят пять лет. Но и ныне я столько же крепко, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны и инаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал ему удел халеву сыну Иефонину Хеврон. Таким образом Хеврон остался уделом халева. Интересно. Восемьдесят пять лет. Много это или мало. И человеку еще что-то хочется. Восемьдесят пять лет, он говорит, и сегодня, ныне я же столько же крепок, как и тогда. Знаете, я заметил такую тенденцию. Одни люди, когда ты их не встретишь, они, вот как-то у них, получается, они горят для Бога. Вы замечаете, да? Вот встретишь человека, а как дела? Аллилуйя! Встретишь человека, а как дела? Да никак. И так годами. Заметили? Линия такая. Вот как самолет летит, набрал высоту, и вот на этой высоте он определенное время только дымок сзади пускает. И я заметил, что многие христиане, вот как стартанули вначале, на какую высоту поднялись, вот и дымок пускает. одни горят для Бога, другие тлеют, третьих постоянно нужно зажигать, у них даже силы тлеть нету. Если им не позвонят, если их не пригласят, если им не скажут, если им не попросят, что вообще останется от их веры, скажите? Некоторые очень хорошо изучили обетование сотой овцы. Знаете, есть такое обетование для сотой овцы. Оставляет девяносто девять и идет со мною. Приятно, да? Ради меня оставляет девяносто девять. Послушайте, можно вам поделить секрет? А вот я, это не я, я просто говорю за себя. А я не хочу быть этой сотой овцой. Я не хочу быть человеком, из-за которого кто-то чего-то будет лишиться. Я хочу быть той овцой, когда пойдут искать сотую, возьмут меня с собой. Я буду помогать ее искать. Я не хочу быть вечно теряющейся овцой. Понимаете, это стиль жизни. Вечно прибедняться, вечно делать вид, что тебя не замечают, недолюбленный, недовнимательный, тебе не, все время чуть-чуть не достает, вот чуть бы больше, недоблагодаренный. Такой интересный стиль жизни. Иисус Навин, 85 лет, он говорит, я хочу взять еще одну вершину. Легко вершины брать? Нет. Тогда было нелегко. А сегодня в Нью-Йорке легко вершины брать? Скажи, вот в твоей жизни вершины есть, которые можно взять, нужно взять? Ты видишь, что вот по слову должно быть вот так, а оно еще не по слову в твоей жизни. Значит, это вершина, которую нужно взять. Тебе обещано, дети твои будут служить вместе с тобой, а они не служат. Разве это не гора, которую надо взять? Разве мы должны согласиться с тем, что они не служат? Никогда, ни при каких условиях не соглашаемся, дети с нами вместе будут служить Богу. Это немного, это минимум, который нам обещанный Богом. Почему я привожу пример сегодня человека, который отличался от большинства? Мы знаем эту историю, послал Моисей двенадцать разведчиков осмотреть землю, которую Бог обещал дать. Пошли, посмотрели, все точно так, как говорил Бог. Все сходится. Единственная деталь, которую Бог не оговорил. В принципе, о ней смысла не было говорить, потому что для Бога она не имела никакого смысла, для Бога никакого разницы не было, кто там, какие там великаны были или маленькие тараканы были. Бог абсолютно все равно, понимаете, для Бога это вообще не предмет для разговора. Но вот умные люди смогли заметить такие важные детали, загрузить себя так и других загрузить, извиняюсь за грубость, что ни сам не увидишь обетование, испольное их, ни другим не дашь увидеть то, что могли они увидеть в своей жизни. Знаете, как страшно быть таким человеком, который не не сам не получил от Бога то, что мог иметь, ни другим не помог. Откройте, пожалуйста, второе послание к Тимофею. Можете заложить закладочку, возможно, мы еще вернемся сюда, если у нас время хватит. Второе послание к Тимофею, третья глава. Знай же, что в последние дни наступят времена легкие, на работу не надо будет ходить пешком. сел в машину, 15 минут и уже на работе. А с работы уставший отработал целый день, не надо будет идти пешком. Сел в машину, не поверишь, 15 минут и уже дома. Троллейбусы будут ходить в последнее время, трамваи будут в городах в последнее время, на самолетах будут летать. Представь себе, какие классные времена будут. Представь себе, для больных будут госпиталя, для тех, кто будет хватать инфаркты какие-то срочные, будут в скорой помощи приезжать, будут забирать, доктора будут в белых халатах, иглы будут для уколов давать не стерилизованные, а одинразовые, чтобы там не было никаких этих, только один раз и выбрасывают, представь себе, это будет настолько доступно все. Какие будут классные в последнее время, времена, да? Библия говорит, времена последние будут тяжкие. И Библия это говорит не для того, чтобы ты сразу белый флаг вывесил и сказал, для тех, кто не знает, а я вас могу просто в курс вести, потому что, если вы не знали, что будут трудные времена, я в Библии читал, что они будут тяжкими, поэтому я вам скажу тяжкие. и они стоят из-за этого проблемы, что за деньги ничего не купишь, деньги это просто мусор. Какие у людей проблемы? Ага, коммунисты придут в власть из-за этого, из-за коммунистов все проблемы, или из-за каких-то там партийных предпочтений, знаете, правые, левые, проблемы будут. Из-за политиков проблемы, да, берем одного политика, сейчас все нормально станет. Если бы это так было, бы вау. Но Библия не говорит, что из-за того, что будут политические движения. Библия говорит, что корень тяжкого времени в сердцах людей. Из-за людей, не из-за их собачьих, не из-за их машин, не из-за их политических взглядов, а из-за их состояния сердца. Имеющий вид благочестия, о. А зачем вообще иметь вид благочестия? Вообще, зачем, не имея благочестия, стараться иметь его вид? Силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обращают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и они, и Амврий противились Моисею, так и эти противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. истинные интересные категория людей. Люди противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви и терпении. Семь составляющих истинного последователя. Я думаю, что это имеет отношение к слову, о котором мы говорили в самом начале, к точности. Легко сказать в точности, да? Но в точности включается, вот апостол Павел расшифровывает это слово точность. Ты последовал мне в учении в житии, расположении, вере, великодушии, любви и терпении. В гонениях и страданиях, постигших меня в Антиохе, Иконе и Листрах. Какые гонения я пережил и от всех избавил меня Господь. Аллилуйя! Я не знаю, как ты... А я хочу быть человеком, который вот в точности хочет исполнить. Я не знаю, у меня получится или нет. Ответ на это даст история. Но я, честно сказать, я хочу. Мне интересно не просто вот быть верующим, ходить в церковь и жить на уровне, что уже другим кажется, что я хороший человек. и это меня удовлетворит. Меня не удовлетворит это. Потому что я хочу быть человеком, который вот в точности. Вот Иоанни и Амврий противились Моисею. Вот что мы знаем еще об этих людях? Сколько прошло тысяч лет? Сколько тысяч лет прошло? И все, что об этих людях мы знаем, они записали в свой актив то, что они противились Моисею. Вот представьте себе, через тысячу лет будут говорить об Этшеломе. Что делал в Этшеломе пастор Слава? Что делал пастор Юра? И вот что делал ты? Какой какой-то категории тебя же отнесут? Обязательно поверь мне, обязательно у Бога там пишется и ты к какому-то какой-то графе ты принадлежишь. Либо ты в графе людей, которые старались в точности исполнить Слово Господа о тебе. Либо этот человек противился по старам все время. Противился. Можно вот мы больше ничего не знаем об этих двух людях. Только написано, что они противились Моисею. Знаете, тоже интересное занятие такое. Революционерский дух, кстати, нам очень близкий. Мы бы революцию каждый год делали бы. После каждых выборов опять революция и революция и революция и революция и бесконечный поток революции. У нас это очень хорошее получается. Вот построить дороги, чтобы приятно было проехаться по ним. Ну, как-то сердце не лежит их строить. Да зачем нормально у нас вездеходы проедем без дорог? Куда там нам надо ехать? Сколько мы там ездим? Зачем там их строить? Ну, вот о революции проблем нет. Знаете, это интересное состояние души. Напишется о тебе. Вот сегодня пишется и настоящая история, она не сегодня говорится. Понимаете, о том, что мы делаем, скажет потом. В историю входят люди сегодня, а говорят о ней намного спустя. Знаете, современники, такие как Ленин, Сталин, они были очень популярными в свое время, когда они были живы. Но как только их похоронили, как только остыли их ноги, какие-то плакаты «Ленин наше солнце» или там «Сталин наше папа» срочно начали срывать. И на их место другие вешать. И еще не так много прошло. И еще через сто лет что скажут о сегодняшних правителях. Но это не самое главное. Самое главное, что скажут о нас с тобой. Вот для чего мы жили в Нью-Йорке. Что мы здесь сделали? Как мы свою жизнь прожили? У нас не будет второй жизни. Это не репетиция, где мы можем начать остановиться, сказать «Стоп, стоп, стоп, подожди, не так! Сначала! ну давай!» Вы знаете, на репетициях ошибок нет. На репетициях все сходит. А когда уже выступление идет, вот там вот. Так вот послушайте, у многих людей они так живут, как будто они на репетиции. Как будто они сейчас падут, встанут, потом у них будет другая жизнь, и они ее уже проживут правильно. Там уже у них будет нормально. послушайте, тебе больше никогда не будет 17 лет, только один раз в жизни. И как ты их проживешь? Ты не отмотаешь назад и не скажешь, слушай, а теперь я свои 17 лет вот проживу для Бога всецело, каждый день, с утра, пораньше, в молитве, в Слово, вперед! Нет. Нам никто не вернет. Те выводы, которые мы сделали о вчерашнем дне, мы живем в сегодняшнем уже дне. И порою критикуя свое прошлое, мы в сегодняшнем дне живем неправильно. Мы прикрываем сегодняшний неправильный образ жизни критикой вчерашнего дня. Как многие современные правители, критикуя прошлое, этим как бы закрывают сегодняшнее свое бездействие. Сегодняшнее воровство они закрывают рассказами, как вчера воровали. Мы вам так расскажем, как они нас воровали, что сегодня уже нам и не кажется, что нас оборовывают. как же получилось у Иисуса Навина и у Халева войти в эту историю? Ответ в том, что они в точности старались исполнять Слово Господа. их отношение было к Слову очень серьезным. Не то, чтобы у других может не было серьезным, возможно и было. Но почему-то не получилось. Не у всех получилось. Оказывается, наверное, это не автоматически, не просто я вас желал и уже у меня получилось. Смотрите, семь составляющих. которые апостол Павел выделяет в жизни последователя, в котором было приложено усилие, старание, определенные действия, о которых мы говорили. Мне нравится английский перевод. Он как бы ну, чуть, мне кажется, расширяет вот этот смысл составных. Что-то мне в русском больше нравится, что-то в английском. Просто ясность. Вот десятый стих на английском языке звучит так. ты очень деликатно или внимательно, либо осторожно. Знаете, вот мне это напоминает медсестру, которая перевязывает рану. carefully taking care. Она делает дело, и она не смотрит это время телевизор. Или еще что-то там. Она сфокусирована, чтобы вам было комфортно, когда она перевязывает вашу рану. Carefully followed my doctrine. Что такое доктрина? Кто из вас знает, что такое доктрина? У стран есть военная доктрина, да? Это как бы такое направляющее действие, основа того, как мы будем что-то делать завтра. То есть оно нас другими словами идентифицирует в окружающем мире, да? Ни одной страны на сегодняшний день на земле нет, у которой была бы военная доктрина про захват других стран. У всех в основном доктрина защитного характера. Мы нападать не будем, но дадим отпор любому агрессору. Ну такая приемлемая доктрина. Похоже все меняется и скоро наверное будут меня делать доктрины, что лучшая защита это нападение. Поэтому чтобы на тебя не напали, нападай быстрее, больше шансов выиграть. Итак, первое это осторожное или внимательное отношение к учению церкви. Знаете, от чего мне болит сердце? Мне сердце болит это то, что я вижу людей, которые в церкви, в Доме Божьем 10-20 лет, они не имеют даже представления малейшего о доктринах церкви. Они их не знают. Они просто прихожане. Когда они пришли, они делают вид верующего человека. Они очень похожи на Христа во время церковного собрания. Если ничего плохого не случится, на ногу им ничего не упадет или не капнет что-нибудь с крыши, они себя в принципе очень похоже, сильно ведут как будто Иисусом. Но это пока ничего не происходит. К большому сожалению, наверное, в большинстве случаев, когда что-то начинает происходить, поклонение идет, Аллилуйя, духовный вид, кто-то мимо тебя с сумками. Прямо даже ноль эмоций, что ты молишься, что ты уже до второго неба с половиной почти уже на третьем и тут бам по всей твоей духовности с баулами и по ногам и все. И ты смотришь и бум обратно как без паршюта на землю приземлился, бах, такой удар. Что ты тут здесь ходишь? Мешаешь мне Богу служить? Вовремя надо приходить в церковь. Как так можно приземляться? Вот срочная посылка к Бог и уже просто как неверующий человек. Глаза красные, вид злой. Что ты ты человек человек прошел опять? Набираем высоту. Соединяемся опять до следующего случая. большая редкость того, о чем я говорю, да? Очень редко встречается. У нас вообще в церкви такого нет. Вот кто нас смотрите, у нас такого нет вообще, просто нет. Вот вру прямо в камеру. I wish к сожалению такое есть. Первая причина, почему жизнь людей не меняется или маноперемен, реальных перемен в жизни, только потому, что человек не знает учения, не знает доктрин. Доктрины это учения о спасении, об аде, о вечности, о Боге, о грехе. Когда эти вещи знаешь, по-другому себя ведешь. Я, допустим, прочитал какую-то информацию про генно-модифицированные продукты. Вы слышали такое? Нет? Или про хай-фруктоз корн-сиром? Знаете, прочитал, и я просто, знаете, понял, что в Walmart не так много можно выбрать продуктов, чтобы эти вещи, они не попали в твой желудок. А раньше все подходило. Думаю, слушай, странно, такой был большой магазин, а сейчас такой маленький, выбрать нечего. Когда ты что-то узнаешь, это определенным стиль, определенным образом ложится на твое сознание и меняет твое отношение. Знаете, какая цель врага? Самое проще, чтобы ты никогда не узнал доктрину. Самое проще. Дать тебе достаточно суеты, заботы, все, сфокусироваться не на проблема, давай и тебе некогда в библийскую школу идти. Тебе некогда Библию открыть. Тебе некогда. Слушайте, я люблю слушать интересных проповедников. Я бы их всю жизнь слушал. Я ничего против не имею. Но послушайте, никогда это не заменит систематических занятий изучения священного Писания. Аминь. Мало знать вокруг да около. Знаете, мы смеемся с православных. Почему вы молитесь на иконы? Ну, не знаю. Ну, как, зачем? Ну, так всегда было. Но мы православная церковь, вы знаете, и нам легко высмеять. О, вы даже не знаете, вы делаете, вас нету. Но разве мы не похожи на них в других вещах? Многие вещи даже и не знаем. Послушайте, человек 10 лет в церкви, и он молиться не умеет. Он реально не умеет молиться. Он два слова не может сказать. Слава Богу, за отчинаш. Хоть отчинашим можно как-то отбиться. Но, знаете, это печально, что человек не умеет молиться. А почему он не умеет молиться? Потому что его никто не научил. Кто хотел, тот научился. Кто реально захочет, тот научится. И никогда не будет там проблема такая, что там в церкви нету конкретного учения молитвы, прославлений. В церкви нету конкретного учения как выходить замуж. В церкви нету конкретного учения. Послушайте, спасибо за все вспомогательные вещи. Но, скажите, кто помог Халеву в точности следовать Слову Господа? Вот, кто ему помог? Что, учения особенные для него создали отдельный калыч для двух людей, отдельную школу, отдельных учителей начали, этих двоих пацанов просто вот так оттренировались, что они прямо отличались от всех. А вот они как-то смогли вместе со всеми, но ухватиться за Бога так, что когда все пошли влево, а они их не потащили влево, у них осталась своя позиция. Первое это знание учения, твоей веры, второе в русском языке написано в житии, в английском переводе здесь написано manners of life, это привычки, да, или вера в ежедневном ее проявлении, вы знаете, я вам серьезно говорю, мне так хочется, что верующие люди были верующими 24 часа в сутки, а не только по воскресеньям, не только на богослужение, вот на работе, на работе легко быть верующим? Очень легко верующему человеку, верующему легко, полуверующему полулегко, неверующему быть верующим на работе, вообще катастрофа, понимаете, отчего тяжесть, и тогда мы рассказываем, наступят времена тяжкие, вот на работу прихожу, и все неверующие, только я один, так тяжело, я еще не слышу, чтобы миллионер сказал, знаете, так тяжело быть миллионером, вот, ты знаешь, так тяжело, вот так уже хочешь, чтобы все миллионерами стали, как-то уже, как-то просто, ой, это просто невыносимо, это бедность вокруг, уже не знаю, как вот с этим бороться, а с Божьей точки зрения, вера в жизни человека, это же сокровище, это больше, чем миллион, не так ли Бог на это смотрит, не так ли мы на это смотрим, что если мы верующие люди, то мы люди, которые имеем сокровище, почему нам должно быть тяжело в каких-то местах, мне не кажется, что мне бывает в церкви тяжелее, чем на работе, что на работе все понятно, кто верит, кто не верит, но в церкви вроде забрали все верующие, как посмотрю, как поют, если бы не группа прославления, так как вообще можно назвать прославлением, слов не знают, мелодии не знают, если каждого отдельно записать, дать микрофон, чтобы каждого было запись, и потом прослушать, как мы пели, в конце там где-то а, а, и а, а, аминь, о, там, когда восклицание как-то оживаем, вы можете представить, чтобы у нас собралось 200 человек, и 200 человек пело по-настоящему, вы представляете такую церковь, где 200 человек поет по-настоящему, по партиям, по голосам, по тенорам, первым, вторым, представляете себе, церковь запела, не группа прославления, они-то точно должны петь, но на самом деле мы-то должны петь, это же наша жизнь, песня жить и строить помогает, а как мы поем, ну, как мы поем, послушайте, то похоже, что на работе, если так мыслят, то на работе легче, потому что на это пение посмотрите, плакать просто хочется, это же Бог, это же тебе мы поем, раз мы не должны измениться в этом направлении, как это звучит, когда люди говорят, а я не могу петь, я еще ни разу за 20 лет своей веры, в хозе, в церковь, ни разу не услышал, нужду, чтобы тот сказал, помолитесь за меня, меня петь не получается, а я так хочу славить Бога, мне слон на ухо наступил, сказали в детстве, а я не согласен с этим наступлением, я хочу, чтобы у меня уши были нормальные, голос был нормальный, я хочу славить Бога, так как никто не славит, помолитесь за меня, нужды нет, зачем это нужда, нужда это, когда прихватит, ногу ходить не могу, когда с работы выгнали нужда, вот это конкретная нужда, а то, что я там не пою, какая это нужда, ааа, Богу ангелы поют, я ему там нужен, за что дети халево получили благословение, за что, за то, что папа был верующим и все, из-за этого, нет, они получили благословение, за то, что папа был не просто верующим, а папа в точности, в точности старался исполнять слово Господа, вы слышите меня сегодня? Это очень серьезно, в точности, не притворяясь ни за компанию, ни за большинство, ни по вению моды, а в точности, если написано славьте Господа и Бонблаг, кому это написано? Как я славлю Бога? Как я Его пою? Я хочу красиво петь. Почему мы не стараемся в этом плане? Почему мы не развиваемся? Слушайте, профессию мы платим, деньги пойдем, слушай, не умели, раз, права хочу получить на машину, почему я проблема, что не умею? Пошел в автошколу, а петь? Ну кому петь? Ой, если бы за петь платили, зеленые, все бы тут пошли петь сразу. Все бы, о, давайте же, как, слушай, давайте, помогайте мне, развивайте меня. Ну, в зеленое это не конвертируется, поэтому зачем тут усилия какие-то прилагать? Видите, мы можем сказать, я не амви, не, 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 я не противящийся человек. А может быть, мы как раз и противимся в одной из сфер нашей жизни, что мы вот не развиваемся. доктрин мы не знаем 10 лет мы противимся или нет? Не развиваем себя как личность духовную, мы противимся или нет? очень много вопросов возникает. Ты последовал мне в учении. если учения нет, то можно ни о чем больше не говорить. Вы понимаете, да? О чем вообще можно говорить? Учение, человек не знает, как он будет по учению жить, как он. Салдафон в армию приходит, что ему дают? Автоматурки, беги, стрелять? Нет. его первое, что у него забирает гражданский образ, включая всю его одежду, башмаки, все. Дают ему другую одежду, делают ему другую прическу, забирают все, что может мешать ему быть нормальным солдатом и неделю или месяц выгоняя с него мамины пирожки. Брюхо. Как-то оно шрынкается сразу. А то же не может как вставать утром, да ты что, как там, 45 секунд по полной форме. Я не могу? Можешь. Да ну ты что, мама никогда так... Ничего, мы теперь твоя мама. Мы теперь твой папа. Ты удивишься, что ты можешь через месяц. Каким ты стройным будешь? Как тебе будет все получаться? Мне так кажется, что наша проблема в том, что Бог нам сильно много свободы дал выбора. Мне так кажется. Мне так кажется. И мы не знаем, что с этим выбором просто делать. вместо того, чтобы почитать, я посплю. Вместо того, чтобы помолиться, я телевизор посмотрю. Вместо того, чтобы что-то для Бога сделать, я еще что-то придумаю. Это мой выбор. Представьте себе, если бы только ты неправильный выбор сделал, и тебе сразу ангел под затыльник делал. Раз. Все было бы по-другому. Да не смейся. Ведь это же возможно. У Бога столько ангелов, на всех нас хватит. А Бог? Как Он с нами поступает? Правильно? Богу не нужны рабы. Богу не нужна армия. Знаете, когда я слышал, что в Северной Корее, если ты идешь от подъезда до остановки вдвоем, ты не можешь просто идти спокойно. Ты должен идти с тропием и петь песню, восхваляющую коммунизм. Двое и больше, все, уже с троем и с песней. С подъезда до остановки. В любом месте перемещения, если идешь. Представьте себе, люди так 30 лет пели, потом попадают в Америку и не надо уже петь. Чего-то не хватает. Скучно. Давайте мы на этом остановимся. Вы вообще желаете, чтобы о ваших детях Бог позаботился? Не потому, что вы молились. Не потому, что вы записки писали о них. А Бог позаботился о ваших детях из-за того, что как вы жили. Бог не сможет не позаботиться. Можно завалить все молитвенные служения, все церкви, а все записками о ваших детях можно. Сегодняшние рассыльные возможности через имейл одним кликом отправляешь. Тысячу церквей будут молиться сразу за твою нужду. Возможности такие технические есть. но я заметил, что Бог не сильно торопится бежать на тех, кто изучает свои возможности. А Бог бежит навстречу тем, кто чтит Его и думает, какие Божьи цели и Божьи желания для меня. нигде не написано, что Халев так сильно старался ради детей все делать. Знаете, ради детей. Есть такие родители, ради детей они все. Я знаю некоторых родителей, ради детей каждое утро они христиан в школу их везут, чтобы там этих детей научили христианству. я просто поражаюсь. Молодцы! Как? Но мне кажется, что если твоих детей христианству где-то должны учить, мне кажется, что христианство чуть-чуть больше, чем просто где-то его должны кому-то научить. Оно глубоко внутри и оно передается невидимой нитью. Давайте мы встанем. Если вы не против, мы с вами продолжим в какой-нибудь следующий четверг или через следующий эту тему. Этих семь составляющих последователя. Что значит в точности? Минимум семь. Ты последовал мне в учении, в житии. Следующее. в русском расположении в американском написано purpose целя. Какие у тебя цели? Насколько они божьи, эти цели? Мы поговорим об этом в следующий раз, мы продолжим. Мне кажется, это очень серьезно. Знаете, я не хочу войти в историю как человек противящийся. Я не хочу войти в историю как человек, который просто непонятно, зачем вообще все. Вы знаете, что точно так же, как во времена Израиля, который выходил из Египты, точно так же в наше время есть Божья цель, Божий смысл, Божий план для нашей с вами жизни. Он есть настоящий. В наши дни мы нужны Богу не меньше, чем Моисей нужен был Богу в свое время. Мы нужны Богу в наши дни не меньше, чем Халев нужен был Богу в свое время. Мы нужны Богу в наши дни не меньше, чем Иисус знамен был. Нужен Богу в свое время. Не меньше. У нас есть все для этого возможности. Поэтому мне так хочется, чтобы в этом городе не просто церковь была тысяча человек или пять тысяч. Мне хочется, чтобы здесь было тысяча церквей в этом городе. Чтобы на каждом углу, как забегало, было место, когда в любое время любой человек мог зайти и помолиться, получить поддержку, подкрепиться и служить свято, благочестиво в нынешнем веке. Это возможно или нет? Представьте себе, тысяча русских церквей в Нью-Йорке. Как вам это нравится? Вау! Красиво, правда? Благочестие на улицах, благочестие на дорогах, благочестие на работах. Это возможно. Когда мы не будем просто слушателями, которых развлекают, которым уши щекочут, а слушателями, которые изучают, чтобы практиковать каждый день своей жизни. Аллилуйя! Отец Небесный, мы к Тебе наши руки воздеваем. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за примеры благочестивых людей, Господь, которые 85 лет, Господь, были не менее горящими для Тебя, чем когда им было 40. Господь, никакие трудности, никакие обстоятельства не могли повлиять так, чтобы они уже опускали руки и переставали что-то делать для Тебя, Господь. Они были полны огня, полной энергии, полной страсти, Господь, служить Тебе, Господь, делать Твое дело. По максимуму, Господь. Халилюя. Отец, мы сегодня идем к Тебе, Господь, потому что знаем у Тебя источники жизни. Господь, сегодня мы не критикуем кого-то, Господь, не бросаем какие-то камни в чужие огороды. Господь, мы сегодня, Господь, желаем укрепиться и дальше, и больше делать для Тебя, Господь. Жизнь настолько одна. Господи, мы не знаем, сколько у нас этой жизни, но мы желаем каждый день, подаренный нам, Господь, жить, чтобы Ты был доволен нами, Господь, войти в историю верующих людей, не противящихся, не лентяйничающих, не те, которые ищут легких путей, а те, которые готовы повиноваться Твоему Слову. они желают это Слово услышать, они желают это Слово знать, а желают знать, потому что желают Ему покориться всецело и полностью. Бог с Тобой так хорошо, с Тобой так прекрасно. Господь, Ты в каждом из нас работаешь уникальным образом. Дух Святой, я благодарю Тебя за откровение Твоих слов, Господь, за назидающую силу Твоего Слова, Господь, вдохнови нас, Аллилуйя, и пусть будут трудные времена. Господь, но чтобы мы не стали трудными для Тебя, чтобы Тебе не трудно было с нами работать, чтобы Тебе не трудно было нас поднять и посылать, и употреблять для Твоей славы, чтобы мы, Господь, были доступными, полностью принадлежавшими Тебе, Господь. Помоги нам в этом. Мы нуждаемся, мы искренне сегодня говорим нашу нужду в этом именно, Господь, помоги нам, исполни Слово. Помоги нам, Господь, в жизни, в учении, Господь, следовать на все сто процентов, Господь, по воле Твоей. Во имя Иисуса мы просим Тебя. И весь Божий народ сказал Амин. Амин. Если вы никогда не принимали Иисуса в свое сердце и желаете принять Его сегодня, мы готовим вместе с вами помолиться. Если есть такие люди, кто желает, чтобы за вас помолились, мы готовим с вами молиться, совершить молитву покаяния. Если вы желаете отдать свое сердце Господу, пригласить Иисуса в свое сердце и исповедовать Его пред людьми. Если вы желаете это сделать сегодня, мы готовы с вами помолиться. Пусть Бог вас благословит. Можете благословлять друг друга, приветствуйте друг друга, несите Божий свет и Божью любовь везде, где будет вступать ваша благословенная нога. Аллилуйя.